как запоминать слова на английском языке здравствуйте вы на канале английский станет досмотрите это видео до конца и вы точно будете знать как же запоминать английские слова ведь их так много также подписывайтесь на мой инстаграм аккаунт здесь вы узнаете все секреты английского языка так прежде всего не берите огромное количество слов в день не надо брать 50 100 слов в день вы их просто не выучите вам будет скучно неинтересно вы не запомните это количество слова вас будет мучить совесть и в конце концов вы решите это дело забросить берите оптимальное количество слов для вас для кого-то это будет два три слова возможно кому-то 10-15 слов для меня это 10 слов я знаю что мне будет легко и я их точно выучим следующая рекомендация нарисуйте это слово здесь никто не требует от вас каких-то художественных способностей рисуйте так как вы считаете как вы это видите никто не будет это проверять здесь у вас сразу срабатывает зрительная механическая память если вы вдруг забудете это слово вы вспомните свой рисунок и вспомните слово если уж вам совсем тяжело рисовать или вы не любите это дело подберите подходящую картинку в интернете она должна быть яркая и сразу напоминать вам про это слово следующая рекомендация прослушайте это слово я знаю что для многих из вас транскрипция дремучий лес вы не понимаете для чего она нужна и вообще как читать по транскрипции но к счастью есть словари long band cambridge где уже есть прослушивание то есть вы можете включить аудио и прослушать как это будет звучать в американском английском и как это слово будет в британском варианте нажимаете кнопочку прослушать и повторяйте столько раз для того сколько вам необходимо чтобы вы запомнили чтобы потом уже глядя на это слово вы раз и его смогли сказать озвучить это слово чтобы вы об этом не задумывались кому-то надо два-три раза кому-то надо пять-десять раз все подстраивайте лично под вас следующая рекомендация пропишите это слово обязательно прописывайте потому что важно не только знать как она произносится но также сама как она и пишется поэтому прописывайте по одной две строчки кому надо три строчки пропишите три строчки что потом когда вы закрыли слова вы его легко могли письменно воспроизвести следующая рекомендация это составляйте предложение с новым словом и чем больше у вас будет предложение тем лучше я составляю обычно два-три предложения чтобы уж я точно знала как это слово используется в предложении если вы это на слово нашли в консекте то выпишите это предложение с этим словом и затем составьте еще свои два-три предложения следующий вариант подумайте с каким русским словом у вас это слово ассоциируется это для тех кто не может запомнить как оно слово произносится возможно оно похоже на какое-то русское слово либо у вас с этим словом есть какие-то эмоции воспоминания да включите свою фантазию подумайте вот это слово ассоциируется вот с таким вот классным событием и как только вы вспомнили это событие вы сразу же вспоминаете слово следующий вариант напишите слово новое слово которое вы изучаете на стикерах на маленьких листочках и развести их по всей квартире особенно в тех местах где вы чаще всего бываете ванной в душе в туалете возможно на кухне возле холодильника что каждый раз когда вы подходили к чему-то вы видели это слово и вы его повторяли чем больше у вас будет накоплено повторение тем лучше тем быстрее вы это слово запомнить конечно я понимаю что носить с собой стикеры в кошелечке да в сумочке неудобно поэтому сцен для вас есть приложение куизлит приложение куизлит очень удобно потому что его можно с ним работать как на телефоне так и на компьютере загрузите его себе на компьютер загрузите эти слова причем я вам советую сначала загрузить отдельно слова и картинку к этому слову либо слова и перевод на русский а затем следующая карточка предложение с этим словом и перевод таким образом вы уже как минимум два раза это слово будете повторять и повторяйте как можно чаще вас есть свободное время не на работе когда вы едете на работу либо когда вы стоите где-то в очереди открыли приложение куизлит и повторили следующая очень хорошая рекомендация это как зарядка вечерняя зарядка перед тем как лечь спать на ночь повторите откройте свое приложение либо возьмите свои стикеры либо тетрадку где вы составляли предложение либо где вы рисовали и повторите эти все слова чтобы на ночь ваша голова тоже об этом думал еще одна рекомендация которая помогает мне когда вы уже выучили слова вы просто себе идете и стараетесь вспомнить какие же слова вы уже выучили какие слова вы знаете если вы вспомните пример с этим словом будет очень хорошо если вы его нет не помните забыли ничего страшного в этом нет вы просто с этим словом составьте свое предложение делайте это про себя не вслух думайте об этом при этом вы будете начинаете думать про на английском языке и про английский и вы сможете легко вспомнить это слово дайте своему мозгу возможность поработать следующее раз в неделю делайте себе вот такой вот quiz test когда у вас уже есть достаточное количество слов за неделю раз в неделю попробуйте эти слова вспомнить как читается слова и перевод прямо так вот берете куизлит открывать как это слово как это слово и вспоминайте тренируйте себя во первых вы еще раз повторяйте а во вторых вы увидите что вы не помните если вы не помните то опять же берете прописываете слова опять составляете предложение и в дальнейшем его это предложение это слово использовать следующий важный момент постарайтесь вот все ваши изученные слова как можно чаще использовать в речь где бы вы не находились как только у вас возникает возможность говорить на английском старайтесь новые слова использовать сразу же возможно это уроки с преподавателем либо с мере спикера да возможно такой-то speaking club постарайтесь включить эти слова ваш разговор возьмите прямо выпишите их себе на листик чтобы они у вас были перед перед глазами и вы сразу же могли вот какую-то ситуацию подставить так чтобы это слово было задействовано и последняя рекомендация да где брат вообще слова я не знаю какие слова мне изучать очень частый вопрос моих студентов а какие же мне слова над если вам нужны слова по работе это вам облегчает ситуацию вы знаете что вам конкретно по работе надо а если это разговорный вариант просто выходите на улицу и смотрите ага это я знаю как сказать дерево интересно как сказать тротуар ой а как же сказать забор как же сказать пешеход если вы не знаете вот прямо себе заметках пишите слова эти на русском домой приходите и находите эти слова в словаре на английском языке и дальше работайте по всем тем рекомендациям которые я говорила ранее уверена что видео было вам полезно поэтому пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на канал обязательно комментируйте и заходите в мой инстаграм аккаунт там вы узнаете все секреты английского языка